Казалось бы, поставил скобой, огородил парковочное место, сделал его своим, ничего страшного. На деле захват земли по кодексу административных правонарушений. За это и наказание, и штраф полагается. Только ответственность никого не пугает, и все чаще в городе появляются незаконные загородительные сооружения. От владельцев одного из ресторанов города больше полугода страдает улица Арсения. Собственники находчиво огородили несколько парковочных мест и пускают туда только посетителей ресторана на их авто. Остальные вынуждены парковаться, где придется, тем самым перекрывая проезжую часть. Есть различные законы. Я так считаю, что данная ситуация, которая сейчас происходит, в общем-то говоря, это самоуправство. Улицы у нас загромождены, транспорт ездит плохо, пешеходам тоже от этого не лучше. Страдали и сотрудники Департамента внутренней политики, что в этом же здании. Но мер не предпринимали. В администрации на наш вопрос, можно ли огораживать землю и делать парковку только для своих, нам четко ответили. Она находится в муниципальной собственности, это муниципальная земля. Ресторан не вправе делать какие-то ограничения на доступ автомобилистов для остановки и стоянки транспорта. Сегодня мы направили туда нашего специалиста административно-технической инспекции с предписанием убрать все заграждения. Я думаю, мы найдем общий язык с этим рестораном. Если нет, то дело передадим в органы полиции. Для жителей города доступна публичная кадастровая карта. На ней обозначены участки, принадлежащие землям общего пользования. Каждый может увидеть в режиме онлайн, разрешено ли на том или ином месте воздвигать препятствия. Один из внимательных жителей города заметил, что захват земли произвели и сами сотрудники администрации. Шлагбаум у здания мэрии находится на территории общего пользования, а значит, по закону, который един для всех, должен быть убран. По моему мнению, подход сейчас к демонтажу сооружений, якобы незаконно установленных, в том числе некапитального характера, он избирательный. И мое мнение, что если администрация активно этим занимается, и в частности, это проявляется для защищенных слоев населения, это в частном секторе, сносят полисадники под видом незаконно установленных объектов некапитального характера, мне кажется, что администрации стоит начать с себя. Шлагбаумы ныне там, как и ограждение у небезызвестного ресторана. На два дня после проверки сотрудников администрации их убрали, а с понедельника снова поставили. Чиновники говорят, обращаться в полицию. Люди в форме от своих полномочий отказываются и отвечают не в нашей компетенции. Пока ответственных не найти, говорить о порядке не приходится. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.